Не менее своего представителя в профессиональной лиге чемпионата Украины вынуждает Дю США-11 к плотному сотрудничеству с элитными командами. Главная цель, которая стоит перед школой Кривенко – подготовить футболистов, которые могут усилить украинские команды и заиграть на высоком уровне. Только за минувший год топовые клубы нашей страны выявили свое желание принять около десятка воспитанников Дю США-11. В прошлом году выехали в Днепр, в Днепропетровск, в Академию шесть ребят нашей школы. Это четыре человека 96-го года рождения, один 97-го года рождения, один совсем юный, супряга 2000-го года. Сейчас 98-го года рождения, капитан команды Корчебный Володя прошел просмотр в Академии Киевского Динамо и зачислен с 1 декабря в Академию Киевского Динамо. Такая востребованность элититов на футбольном рынке объясняется не только игровым талантом юноши, но и вкладом высокопрофессиональных тренеров. Ведь каким бы ни был алмаз, чтобы он стал бриллиантом, ему нужна качественная огранка. Тренеры ДИСУШа-11 ежемесячно проходят курсы обучения и аттестацию. Экзамены принимает самый строгий учитель, сам директор школы Георгий Филиппович. Самое сложное в нашей работе – это тренерско-преподавательские кадры. Это самый сложный вопрос. Ну, как становится тренером? Футболист играет в профессиональной команде, одновременно учится в университете, допустим, на факультете физвоспитания. Естественно, он там очень редко бывает, может быть, на госэкзаменах. И таким образом получает диплом. И, допустим, заканчивает свою футбольную карьеру и становится тренером детской и юношеской школы. Знаний никаких, практики никакой. Он тренер, его необходимо учить. Рядом с тренерским вопросом на повестке дня стоит, где проводить тренировки, когда нет ни единой нормальной спортивной площадки. У нас на сегодняшний день построены нами, нашим тренерским преподавательским составом, уже шесть спортивных баз. Шесть спортивных баз, где мы можем нормально проводить учебно-тренировочный процесс на высоком уровне. И в планах наших в 2014 году еще построить три площадки. Неделя спорт продолжает следить за развитием детского спорта и проблемами, которые встречаются на пути футбольных талантов.